Добрый вечер, в эфире Вести Карачаева, Черкесия, в студии Руслан Жукаев и коротко о главном. Зарабление пруда сохранит его от загрязнения. Сегодня 800 килограммов тастолобика запустили в водоем в парке культуры отдыха «Зеленый остров». Некоторые собственники квартиры из-за постоянных перепадов с горячим водоснабжением испытывают дискомфорт. Вести разбирались в проблеме. Коллективный обряд разговения, как и в предыдущие годы, собрал за одним столом большое количество верующих не только из Черкеска, но и гостей города. Более 100 участников продемонстрировали зрителям яркие концертные номера. В Черкесске прошел фестиваль черкесского языка. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов накануне в Москве встретился с заместителем председателя правительства России Александром Новаком. Обсудили итоги минувшего года по социально-экономическому развитию региона. Рашид Тимрезов отметил, что по ключевым показателям социально-экономического развития отмечается рост. Александр Новак подчеркнул, что рост обусловлен в том числе реализации прорывных инвестиционных проектов в области сельского хозяйства, промышленности, туризма и транспорта. 800 килограммов толстолобика запустили сегодня в водоем в парке культуры отдыха «Зеленый остров» города Черкеска. Зарабление искусственного пруда сохранит его от загрязнения и цветения воды. Подробности у Али Баташева. Олег Ясаулов приходит на «Зеленый остров» с удочкой, чтобы отдохнуть и протестировать воблеры собственного изготовления. Всю пойманную рыбу он отпускает. Рыбу я не беру, я ее всю отпускаю. В наше время мало сейчас кто это делает. Многие этого не понимают. Особенно популяция рыбы сейчас у нас уменьшается. Надо думать о своих детях, о внуках, о будущем. Газель с контейнером, содержащим около 800 килограммов толстолобика, подъезжает к воде. Открывается крышка и рыба устремляется в водную стихию, в новую среду обитания. Зарыбление улучшит экосистему пруда на «Зеленом острове», позволит избавиться от водорослей и осота, говорит заместитель директора парка культуры и отдыха «Зеленый остров» Наурус Байрамуков. Люди смело могут купаться, будут в чистой воде. Также она принесет большую пользу нашим водоемам и нашим протокам. И надеемся, что в этом году, уже буквально через месяц, как рыба адаптируется в нашем пруде, уже можно будет спокойно купаться без всяких проблем. Толстолобик нужен, потому что он будет очищать микрофлору. Будет меньше загазованность воды, вода будет чище, экологичнее для людей. Это только плюс, я считаю. Если зарывят еще не только толстолобиком, но чем-нибудь таким, типа окуня, судака, чтобы люди могли разнообразить свой отдых, так сказать. В ближайшее время в пруд будут выпущены белый амур, сазан и карп. Администрация парка убедительно просит рыбаков в течение года воздержаться от рыбной ловли на Большом пруду «Зеленого острова». Али Баташев, Виктория Карпенко, Вести Карачаева, Черкесия. Туристический потенциал Карачаева, Черкесии представлен на международной выставке туризма и индустрии гостеприимства в Москве. Наша республика презентует природные, культурные и исторические достопримечательности региона. На полях международной выставки состоялась церемония подписания соглашения о сотрудничестве между Министерством туризма и курортов Карачаева, Черкесии и сервисом бронирования «Островок». Сейчас прогноз погоды, а после мы расскажем об общегородском праздничном мифтаре, фестивале черкесского языка и о конкурсе исполнительского мастерства. В Карачаево-Черкесии местами осадки, дождь и мокрый снег, в отдельных районах туман и гололед. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Днем будут порывы до 11-14. Температура ночью 0,5. В горах до 6 градусов мороза. Днем 4,9 выше нуля. И местами минус 1, плюс 4. В Черкесии ночью без существенных осадков, днем слабый дождь, ветер восточный 5-10 метров в секунду. Днем порывы до 11-14. Температура ночью 1,3 выше нуля. Днем 5-7 градусов со знаком плюс. Отсутствие горячей воды в жилом доме как источник некоторых проблем горожан. Собственники квартир в одной из многоэтажек города Черкеска в некомфортных условиях часто болеют. Однако обслуживающие организации, их чаяния, похоже, безразличны. Люди обратились за помощью в региональный народный фронт и редакцию вестей. Подробности расскажет Артур Мкце. Житель Черкеска Виктор Веременник показывает, какова температура воды, которая поступала на Октябрьскую 346 всего день назад. Явно ниже норматива в 60 градусов. Некоторые собственники квартир в этом доме из-за постоянных перепадов с горячим водоснабжением испытывают дискомфорт. Куда чаще болеют дети. Ведь проблема не нова. Жители неоднократно пытались добиться от управляющей компанией и тепловых сетей приемлемой температуры воды. С 2017 года. Вот как это управляющая стала работать здесь. Ничего не делается, понимаете. Как только сообщили, что будет комиссия. Всё по закону, всё как положено, всё так она есть. Необходимая температура воды появилась лишь перед приходом межведомственной комиссии в составе регионального народного фронта и жилнадзора. Надолго ли? Потому что, как говорят горожане, они подобное проходили многократно. К сожалению, не исполнены те обязательства, которые на себя были взяты теплосетями и управляющей компанией. Поэтому сегодня у нас выездное заседание. Мы всё-таки пытаемся разобраться, кто со своей стороны, каждый из них должен какие шаги предпринять, чтобы вода была горячая постоянно, как это и положено. Размещенные в подвальном помещении приборы подтвердили, что сейчас показатели температуры воды на входе в дом соответствуют нормативам. Но ведь так должно быть не от случая к случаю, а постоянно. Замеры также были сделаны в квартирах жильцов. Около 47 градусов. Это очень мало, что может говорить и о плохой циркуляции воды по многоэтажке. Впрочем, по оценкам общественников и экспертов из жилнадзора, здесь есть недоработки как со стороны управляющей компании, так и у тепловиков. «Всё прекрасно знаю. Космонавт-то ходит. Всё, она снабжает весь этот микрорайон. Котельная работает в режиме в том, в котором рассчитано, и мы отсчитываемся по этому Ростехнадзору». Стороны пообещали в ближайшее время устранить все недочёты по своим направлениям. Пока шли разбирательства по 346-му дому, рядом пристроились жильцы с соседней многоэтажки с аналогичной проблемой. Так как почти во все строения этого микрорайона горячая вода поступает в здание транзитом через котельную и центральный тепловой пункт, окончательное решение вопроса поможет значительно большему числу горожан. Артур Мкцелебастанов, Вести, Карачаево, Черкесия. Накануне состоялся общегородской праздничный ифтар, организованный администрацией республиканской столицы. Коллективный обряд разговения, как и в предыдущие годы, собрал за одним столом большое количество верующих не только из самого Черкеска, но и гостей города. Ахмат Халкечев продолжит тему. Разговевшись водой и финиками, как того и рекомендует сумно верующие, прежде чем приступить к трапезе, совершили джамагад намаз, который возглавил имам-черкеска Казимхаджи Качиев. Лидер мусульманской уммы республиканской столицы поблагодарил руководство города за внимательное отношение к верующим. Также имам-черкеска отметил важность совершения благих дел именно в священный месяц Рамазан. Миша Аллах, это будет во благо городу, и это сближает людей, это сближает людей друг с другом и с администрацией тоже. Когда вот администрация дает знать, что он не чужой для своих граждан. Это очень приятно, алхамдулля. Гости мероприятия с удовлетворением отметили, что организация таких коллективных обрядов разговаривания от города в последние годы стала доброй традицией. Наша религия – это религия общины, чтобы все держались вместе. Плать так, что не у каждого есть возможность полноценно открывать пост. Когда наш город, наша республика такие и вторые делает, очень много людей собираются, встречаются люди, которые друг друга, например, даже по выходным не видят. Встречаются родственники, друзья, знакомые. Это еще один повод для радости. Вместе посидеть, открыть пост, обменяться чокными словами. Меню Ифтарнова стало подобран с учетом того, что верующие в течение всего дня ничего не ели и не пили. Для начала были легкие блюда, далее угощение кавказской национальной кухне, ну а в завершении – фрукты и сладости. Ахмат Халкечев, Ренат Муков, Вести Карачаева, Черкесия. Носители черкесского языка еще раз убедились в красоте и силе родной речи в рамках фестиваля «Ко дню черкесского языка», который прошел в столице республики. Более ста участников в своих выступлениях продемонстрировали зрителям певучую прелесть адыгского языка и убедили слушателей, что родное слово еще живо, хотя и нуждается в поддержке. Фатима Даурова подробнее. Холл республиканской филармонии полон гостей и участников фестиваля «Енубзерабзесиадыгабзе», который приобщен ко дню черкесского языка и письменности. Студенты декоративно-прикладного искусства колледжа имени Аслана Даурова представили свои работы в тематической выставке, отображающей культурные традиции адыгов. Желающие имели возможность поближе познакомиться с древним искусством плетения ценова Карджен, которое демонстрировал молодой мастер, а рядом его коллега по цеху Дана Попшова заинтересовала юных черкешинок отточенной техникой золотого шитья. Ловкие пальчики золотошвейки умело перебирают шелковые нитки и на тканном холсте появляется рисунок – национальный черкесский орнамент, которым когда-то собственноручно украшали свои платья черкешинки-горянки. Золотое шитье пошло от игол. Они шли платья, сумки. Получается национальное платье, да? Да, национальный платье, там узоры они делали, орнаменты. А ты сказала, что двумя нитками делается? Да, двумя нитками. Можно и одной, но можно и двумя. Но обычно делают двумя. А, понятно. Ну, получается, одна с изнаночной, да, с изнаночной, а вторая уже девчонка? Да, черную нитку абсолютно. Очень интересный цвет. Тем временем на сцене началось главное действо фестиваля. И в главной роли учащиеся разных школ носители черкесского языка. В программе театрализованные представления, выступления хоровых коллективов, ораторов и декламаторов, и, конечно же, танцевальные номера. Зритель был удостоен возможности насладиться звучанием родной речи в литературном формате. А театральные эпизоды с пародиями на современность по спекте на проблему ассимиляции адыгского языка затронули один из самых главных вопросов, который сейчас волнует черкесскую общественность. Везде, где возможно, вот мы все общественные организации, и я в том числе, естественно, постоянно говорим, что нельзя терять свой родной язык, что это просто невозможно его терять, нельзя. Язык, конечно, он не теряется, теряют люди, которые не хотят его изучать. Это вообще предательство по отношению к своему народу. Когда ты на себе его останавливаешь, зная язык, не передаешь его своим детям, ну, это просто, я считаю, огромный грех. Большая печаль в том, что мы теряем свой красивый родной язык. Родной язык изучается не для того, чтобы, скажем, ну, просто его знать. Нужно в этом нести культуру, нести традиции народа. Надо передавать из поколения в поколение всё то хорошее, что мы переняли от своих предков. По мнению организаторов фестиваля, общественного движения ДКХ, Сочеркесский парламент, Карачаева-Черкесии, такие мероприятия во многом способствуют популяризации родного языка. И работа в этом направлении должна вестись непрерывно в целях сохранения этнической самобытности и культурного достояния народа. Фатима Дорова, Либастана, Вести, Карачаева-Черкесия. Около 200 преподавателей детских школ искусств со всех уголков Карачаева-Черкесии приняли участие в республиканском конкурсе исполнительского мастерства. В этом году он посвящен 220-летию со дня рождения великого русского композитора Михаила Глинки. Участники конкурса выступали в разных номинациях и как солисты, и в составе оркестров или ансамблей. Преподаватели демонстрировали прекрасную игру, а звуки инструментов буквально завораживали своей мелодичностью и профессиональным исполнением. С каждым разом этот конкурс становится интересным и очень приятно видеть, что участников становится все больше и больше, отмечают конкурсанты. Мы обогащаемся опытом с другими исполнителями, с нашими коллегами. Все мы знаем друг друга по нашей республике. Очень приятно здесь вновь встретить всех наших знакомых, всех наших коллег. Кроме этого, конечно же, мы все с радостью исполняем произведения музыкальные. И это возможность побывать на сцене, на которой нас оценят действительно серьезные жюри, наши уважаемые коллеги, наши руководители. Сегодня день весеннего равноденствия. Это время, когда день и ночь равны по длительности. Такое событие происходит дважды в году. Весной, когда день становится длиннее, и осенью, когда идет на спад. По мнению астрологов, это событие обладает особой энергетикой. А с точки зрения астрономов, в этот день происходит новолуние, что означает обнуление Луны. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение фильма Воснецова. Всего доброго и до встречи в эфире.